До сегодняшнего дня у нас ничего нет. Ни денег, ни балкона. Семья Шириаздановых заказала пластиковые окна еще 10 марта. Альфия внесла предоплату 20 тысяч рублей. Работу обещали выполнить в течение 10 дней, но прошло 5 месяцев, а заказ так и не выполнен. На связь он выходил, то есть были периоды, когда он вообще просто не брал трубку, ни на СМС сообщение, ничего никак не реагировал. Мы уже ему прямо в прямую сказали, что мы будем вращаться в полицию, на что он нам сказал, пожалуйста, то есть ему безразлично вообще. Альфия нашла еще 9 семей, которые также заказали окна в этой фирме, но остались ни с чем. Причем некоторые внесли солидную предоплату – 50 тысяч рублей. Все заказы принимал один человек. Он разными нами представлялся. Кому-то Володе, кому-то Вадимом, кому-то Михаилом, кому-то он представлялся Ильичевым, кому-то Артемьевым, Мироновым. Компания носит название крупной строительной организации. Пострадавшие признаются, что потому и поверили в обещания. Ведь и сам владелец оконного бизнеса уверял, что его дело – дочернее предприятие той самой строительной фирмы. Раньше на этом месте находился офис фирмы. Правда, никто из представителей здесь постоянно не сидел. Сюда приезжали только с клиентами, чтобы выбрать форму и дизайн окон. Правда, сюда уже больше двух месяцев никто не приезжает. А администрация торгового центра сняла их вывеску за неуплату. И здесь они задолжали более 50 тысяч рублей. Продавцы торгового центра сказали, что сюда часто приходят люди с вопросами, где представители оконной фирмы. Многие спрашивают, жалуются, что вот они оплату внесли, а окон нет. Один из клиентов сегодня вновь попытался связаться с директором по телефону. Трубку он взял, но повторил то же, что твердил людям последние полгода. Скоро все сделаем. Устав ждать обещанного, казанцы обратились в полицию и в прокуратуру. А сегодня отнесли коллективное заявление в Роспотребнадзор. В свою очередь управление готово подать коллективный лист в защиту граждан, пострадавших от действий данной организации. И поэтому просим всех, кто не получил услуги по договору, либо неудовлетворенных качествам, обратиться в управление Роспотребнадзора с соответствующими документами. В Роспотребнадзоре пояснили, что в таких случаях пострадавшие должны направить в организацию письменную претензию. Если фирма откажется исполнять свои обязательства, тогда придется обращаться в суд. Максим Никитин, Андрей Кобсадаров, телеканал Эфир.